А вы в курсе, что в Краснодарском крае на то, чтобы согреть всех кубанцев, в этом году потратят беспрецедентную сумму? На Кубани на подготовку систем к отопительному сезону выделят полтора миллиарда рублей. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Он также сообщил, что в регионе будет построено несколько десятков новых котельных. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и прежде чем начать наш разговор о старте отопительного сезона конкретно в городе Сочи, я предлагаю посмотреть сюжет о том, как Краснодарский край в целом готовится к зиме. Смотрим сюжет. Зима близко. И так масштабно к ней в Краснодарском крае еще не готовились. Только на системы теплоснабжения выделено более полутора миллиардов рублей. За эти деньги в том числе построят 31 новую котельную. Почти половина из них за счет частных инвестиций. Для консервативной сферы ЖКХ это действительно прорыв и наглядный пример успешного внедрения государственно-частного партнерства. С каждым годом темпы ввода новых тепловых мощностей растут по Краснодарскому краю. И в этом вопросе особо стоит остановиться на следующем. Когда с прошлого года запускали программу по модернизации котельных и теплотрасс, мы говорили, на каждый вложенный бюджетный рубль должно быть вложено 1 рубль частных средств. И мы уже в принципе подходим к этому показателю. Прошел год, как выделили первые средства, а количество объектов, построенных по бюджету и построенных за частные деньги, практически сравнялось. Важно, что эффект от этих нововведений, серьезных капиталовложений, увидели люди. Только они могут поставить настоящую оценку тому, что мы сейчас с вами сделали. Или сделаем. Потому что просто нововведения и эти капиталовложения остаются докладами и большими цифрами. А если они не увидят результата от этих нововведений и больших цифр, то, коллеги, считайте, что мы с вами ничего не сделали. Понятно, что экономика каждого муниципального вызывания, она по большому счету разная, можно смело сказать. Но от этого ответственности за теплооснабжение меньше ни у кого не становится. Вот вы должны это учитывать. И то, что больше денег в бюджете в муниципальном меньше, людям это абсолютно неинтересно. Тепло должно быть. Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из самых болевых точек региона. Местами сети изношены на 80%. На ремонт всего комплекса нужны огромные деньги. Сотрудничество с частными инвесторами как раз поможет ускорить этот процесс, считает губернатор. Подготовку к зиме все районы края должны закончить к 1 октября. Это касается и снижения долгов за газ, и модернизации сетей. К отопительному сезону в Краснодарском крае уже заменили 1500 км водопровода и около 200 км теплотрасс. Ну и о старте отопительного сезона и о некоторых других вопросах, которые касаются сферы городского хозяйства, мы сегодня поговорим с заместителем главы города Сочи, который в городской администрации курирует сферу жилищно-коммунального хозяйства Юрием Поломарчуком. Здравствуйте, Юрий Федорович. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть вас в нашей студии. Спасибо, что пришли. Ну, Сочи – город жаркий, южный. Температура воздуха, несмотря на то, что на календаре осень, еще достаточно высокая, но город уже вовсю готовится к зиме. И эта работа, насколько я понимаю, идет уже не первый месяц. На какой она сейчас стадии? Да, вы действительно правы. Подготовка города к следующему отопительному периоду начинается всегда, когда заканчивается предыдущий. Поэтому, когда закончился у нас в апреле месяце отопительный период, мы тут же разработали программу действий по подготовке города к следующему отопительному периоду, к 2017-2018 году. Выпущено было постановление главы города, которое утвердило план мероприятий, по которому город должен быть, должен подготавливаться к зиме. На сегодняшний день в городе Сочи у нас порядка 2472 домов, многоквартирных домов, из которых 1892 дома, это у нас те, которые имеют центральное теплоснабжение. Конечно, и дома, которые имеют центральное теплоснабжение, и те, которые не имеют центрального теплоснабжения, на тех, на все эти дома, конечно, обращается особое внимание при подготовке города к зиме. Поэтому всю весну, все лето и наступающей осени мы активно с районами готовили город к зиме. Давайте начнем с котельных. Как там ведется сейчас работа на котельных, а потом уже перейдем к домам. Да. Вы знаете, в городе Сочи 122 котельных, из которых, скажем так, 68 котельных – это Сочи Теплоэнерго, остальные – различных ведомств. Ведомств, в том числе и наших управлений социального блока, скажем так. Это здравоохранение, это управление образованием и управление культурой. Здесь тоже имеются свои котельные. Вот, например, в управлении образования 20 котельных, в управлении культурой 15 котельных, в управлении здравоохранения 6 котельных. А остальные котельные – это у нас котельные различных ведомств. Ну, там, например, санатория Заполярье, например, санаторий Русь, ну и прочие, прочие, которые дают тепло не только на свои ведомственные объекты, но и отапливают жилье. На сегодняшний день, значит, 80% готовности всех котельных мы имеем. Вот. Но готовность котельных нужно, подготовить котельные к зиме нужно до 15 октября. Вот. Поэтому, как бы, время еще есть, котельные готовятся. Вот. Порядка 80% тепла в городе Сочи – это генерирует котельные Сочи теплоэнерго, а они готовы у нас на 98%. Ну, они же должны еще пройти, насколько я понимаю, проверку инспекторов Ростехнадзора. Эта работа уже началась или она еще впереди? Да. Значит, в соответствии со 103 приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации утвержден порядок подготовки и проверки различных ведомств, в том числе теплопринимающих устройств – это дома, больницы там, например. Это теплогенерирующих устройств – это котельные, к работе в осенне-зимний период. Значит, там определены вопросы, определена методика подготовки, определено, как комиссия должна проверять. В городе Сочи комиссия приедет проверять 25 сентября. Вот. На сегодняшний день до 15 сентября должны быть подписаны и проверены, и подготовлены все теплопринимающие объекты. Это жилые дома, детские сады, школы, объекты культурного наследия. Вот. Поэтому на сегодняшний день вот эти все объекты подготовлены. Паспорта подписаны, акты подписаны, комиссия все проверила, это все выполнено. Вот. И ждем комиссии Ростехнадзора, которая приедет и уже более глубоко и детально проверит, как мы готовили город к зиме. Ну, то, что котельные будут, конечно, готовы, сомневаться не приходится. Они будут подавать тепло, а принимающая сторона – это наши дома, в том числе многоквартирные и социальные объекты. Какая работа ведется на местах? Вот. Дело в том, что там, где дома управляются управляющими компаниями, а это основное большинство, из вот этих 2472 домов, 238 только имеют либо ТСЖ, либо управляются непосредственным способом управления. Вот здесь у нас, как всегда, имеются определенные проблемы. Ну, это не только у нас, это вообще по всей России, повсеместная проблема, потому что, ну, знаете, когда граждане имеют так называемое непосредственное управление, это 30 и менее квартир, вот, то каждый думает, что кто-то за него что-то сделает. Это очень сложно. Поэтому в городе Сочи было принято такое решение о том, что все дома, которые имеют непосредственный способ управления, должны заключить договор на обслуживание с обслуживающей организацией. Это дало определенный результат. В прошлом году эти обслуживающие организации, дома, которые были непосредственно, выбрали непосредственный способ управления, подготовили к зиме достаточно хорошо. И в этом году, продолжая это, то отработанное в прошлом году, мы также в этом году подготовили эти объекты к зиме. ТСЖ готовит значительно лучше, конечно, там более ответственные люди. Но там, где есть проблемы, мы подключили управляющие организации, которые совместно с ТСЖ устраняют те неполадки, которые ТСЖ самостоятельно устранить не могут. Ну, есть и такие, собственно говоря. Поэтому на сегодняшний день у меня нет сомнений в том, что все объекты, принимающие тепло, а это жилые дома, скажем так, в основном подготовлены к зиме. Но все-таки, если найдутся нерадивые управляющие компании, скажем, которые недостаточно хорошо подготовятся к отопительному сезону, каковы санкции? Вы знаете, ну, действительно, к сожалению, это не только в городе Сочи, это, еще раз говорю, по всей Российской Федерации, есть управляющие организации, так называемые однодневки, которые создаются, регистрируются, заходят, например, на конкурс, выигрывают конкурс по управлению жилищным фондом, потом начинают не выполнять своих обязательств. С такими, к сожалению, жилищное законодательство очень сложное и очень костное. И с такими управляющими компаниями достаточно тяжело бороться. Но мы боремся. Ну, например, в прошлом году мы ликвидировали на территории города Сочи так называемую управляющую компанию МУПЖЕК. Правда, после этого те же люди организовали еще две управляющие компании. Причем эти управляющие компании создаются не на территории города Сочи. Вот этот МУПЖЕК создал эту управляющую компанию на территории Крыма. Сюда зашли, ну, лицензия единая на Российскую Федерацию, поэтому как бы и не зашли. Но, еще раз говорю, боремся, вместе с жилищной инспекцией отрабатываем все возможные варианты. У нас представитель по городу Сочи Кисян, вот, нормальный, хороший, умный специалист, вот, благодаря его новаторским идеям, собственно говоря, у нас и получилось убрать отсюда вот эту вот недобросовестную управляющую компанию. Ну, а что делать с Сочинцем, если вдруг в разгар отопительного сезона батареи либо теплые, либо станут вообще холодными? Куда жаловаться? Кому направлять эту жалобу? Ну, у нас есть единая диспетчерская служба в городе Сочи. Туда необходимо обращаться, туда. Вот, эта единая диспетчерская служба находится здесь, на улице Новогинской, вот, между Новогинской и Советской. Вот, поэтому там достаточно хорошие специалисты, диспетчеры, которые знают, куда переадресовать вашу заявочку. Причем не так, что вы позвоните туда-то, а они примут заявку, запишут в журнал, вот, сами позвонят, либо в Водоканал, либо в Сочи Теплайнерго, либо в электросети, вот, и дадут поручение на устранение этих неисправностей, если они будут возникать, либо в управляющую компанию. Ну, и подводя итоги, вот, вопрос отопительного сезона, как я понимаю, паспорт готовности это главный документ, вот, итог этой всей большой подготовки. Когда паспорта готовности должны сдать и управляющие компании, и на город, когда он будет уже готов и получен? Ну, как я говорил, по 103-му приказу Министерства энергетики Российской Федерации существует три даты. Они не очень для нас подходят, но, тем не менее, я их озвучу. 15 сентября паспорта готовности должны получить все теплопринимающие устройства, ну, это, вот, еще раз говорю, те, куда подается тепло. Вот. До 1 ноября должны получить паспорта готовности все теплогенерирующие устройства, это котельные. И до 15 ноября паспорт готовности должен получить, должно получить муниципальное образование. Ну, губернатор и глава города поставил нам несколько другие сроки. То есть, 15 сентября этот срок остается, мы уже все паспорта готовности теплопринимающих устройств уже получили. Вот. До 10 октября мы получим, я надеюсь, мы получим все паспорта готовности на теплогенерирующие установки. И до 15 октября, потому что у нас затопительный период начинается 15 ноября, значит, мы получим паспорт готовности к зиме. В прошлом году мы получили первый в Краснодарском крае паспорт. Вот. Ну, и, собственно говоря, с момента, с 13 года вот это вот мероприятие по проверке города Ростехнадзором проводится. Вот. В 13-м году город не получил, в 14-м не получил, в 15-м не получил. Вот. В 16-м году город первый раз получил паспорт готовности к зиме. Все замечания Ростехнадзора, а их было 36 штук, мы устранили. Вот. На сегодняшний день новых замечаний пока нет. Надеюсь, что и после 25-го числа, когда они проверят в течение 10 дней, ну, тоже замечания, если будут, то будут минимальные, которые мы сможем устранить там в течение 2-3 дней и выйти на получение паспорта готовности к зиме всего города. Ну, и следующий мой вопрос будет касаться задолженности за топливо перед поставщиками. Этой проблеме Вениамин Кондратьев, глава региона, особое внимание уделил на последней краевой планерке. Ну, и прежде чем детально поговорить о задолженности, которая сформировалась в том числе и в городе Сочи, я предлагаю посмотреть сюжет с той самой расширенной планерки, на которой тема газификации стала одной из центральных. Смотрим сюжет, а потом вернемся в студию. Сюда мы закладывали дрова, у нас идет отопление паровое, ну, отсюда достаем сажу. Растопить печь дровами – единственный способ в этом доме, чтобы согреться зимой. В 21 веке в селе Первореченском до сих пор в строю вот такие буржуйки. Улица Степная, на которой живут больше 20 человек, в основном пенсионеры и многодетные семьи, здесь единственная, где нет газа. Две машины дров у нас уходило. Ну, то есть, это 1016-18, вот так. Ну, то есть, еще приходило же самим и колоть их. Ну, то есть, это материально очень затратно. Не менее затратно приготовить обед или ужин. Для этого селяне вынуждены покупать газ в баллонах. К тому же, чтобы заправить их голубым топливом, приходится ездить в соседнюю станицу. Готовка, конечно, дольше идет. То есть, нету такого пламени. То есть, это совсем другой газ. Уже этой зимой жители улицы Степной рассчитывают обойтись без дедовской буржуйки и неудобных баллонов. Газопроводам обещают провести до конца следующей недели. Морозы, без дров и угля этой зимой встретит и Екатерина Архиповна Брежнева из станицы Кавказской. 88-летняя пенсионерка внимательно следит за тем, как ее дом подключают к газовой сети и едва сдерживает эмоции. Этого события она ждала не одно десятилетие. Не могу рассказать, какая радость, что я дожила. Спасибо вам всем большое. Чтобы газифицировать как можно больше домов, в этом году из краевой казны выделили 240 миллионов рублей. Эти деньги было решено распределить между 38 районами. Но, как ни странно, некоторые муниципалитеты от реализации этих проектов отказались. Список на столе у губернатора. В нем и крупные города, и небольшие поселения. Например, поселок Ахтырский в Абинском районе. Там местные власти просто не успели выполнить корректировку проекта. Деньги были распределены еще в январе. Сейчас сентябрь. И ряд муниципальных образований отказываются от газификации от этого проекта. Ну, коллеги, как это можно готовиться, ждать? И всегда мне главы заверяют, у нас все готово, проект готов. Дайте только деньги, дали. Ну, какая... Тут уже нужна корректировка проектной документации. Ну, включите Абинский район. Проект был, значит, но мы когда шли уже на корректировку, попали на корректировку проекта, уперли железную дорогу, она нам дала новые корректировки и были новые выданы технические условия. Вы сделайте корректировку в головах своих подчиненных, это самое будет правильное, потому что железная дорога не корректировалась, она там была. Кадровый вопрос уже решен. Людям же наши кадровые перестановки тоже не настолько важны, им не важно кто, лишь бы результат давал. С начала этого года построено больше 60 километров сетей газоснабжения. В планах эта цифра должна увеличиться до 112 километров. Однако, вместе с уровнем газификации края растет и сумма долга за голубое топливо. Сегодня она составляет больше 6 миллиардов рублей. Два из них на совести самих кубанцев, но куда больше задолжали теплоснабжающие организации около 3 миллиардов рублей. В числе лидеров Славинский, Ейский, Староминский, Тихорецкий и Динской районы. В некоторых сумма долга даже больше, чем в прошлом году. И это при том, что новые возможности газификации региона постоянно лоббируются на федеральном уровне. Хотелось бы напомнить главам о том, что в этот отопительный сезон вы не войдете с паспортом готовности, если ваша задолженность превышает прошлогоднюю. Войдете только с другим заместителем как минимум а то и главой тогда. Понятно, люди из-за того, что вы беспечные не могут зимой замерзать. Люди замерзать не будут. Но руководство района у них точно будет другое. Или, по крайней мере, зам, который курирует эти вопросы. Потому что сегодня нужны менеджеры, они чиновники, которые сидят в своих креслах и ни о чем не думают. А люди ни в коем случае не пострадают. Поэтому, Андрей Тович, тепло все равно, оно, конечно, будет. И газ тоже будет в районе. Но уже с другими, по-настоящему управленцами. К решению этой проблемы необходимо подключать правоохранители, считает Вениамин Кондратьев. В течение двух недель глава региона поручил подготовить все материалы под должникам, чтобы передать их прокуратуру. К сожалению, эта чаша не миновала и наш город. У нас имеются долги только по одному виду энергоресурсов, по газу. Все наши предприятия полностью расплачиваются за электрическую энергию, за воду, за тепло. Но, к сожалению, по газу у нас есть задолженность о Сочи Теплоэнерго. Она сложилась из двух, скажем так, составляющих. Первая составляющая это действительно долг по газу, который Сочи Теплоэнерго не заплатила газоснабжающей организации Межрегионгаз. Это порядка 800 миллионов рублей. Естественно, я объясню причины, что приводит к этому. Ну и плюс 200 миллионов рублей это то, что сейчас, на наш взгляд, незаконно было доначислено Сочи Теплоэнерго. Мы, естественно, это будем протестовывать в суде. Более того, это в курсе и руководства края, что вот эти 200 миллионов рублей нам насчитали, доначислили не совсем правильно и некорректно. Поэтому 800 миллионов рублей, да, действительно имеется такая задолженность. Но, к сожалению, мы прирастили эту задолженность по сравнению с предыдущими периодами. Причина прироста следующее. Ну, первое, изменили нормативы начисления потребления, вернее, тепловой энергии. Вот. Их уменьшили. Уменьшили нормативы и для города Сочи нормативы стали достаточно низкими. Вот. Это первое. Второе, отменили повышающие коэффициенты за потребленное тепло, когда оно потребляется без приборов учета. И вот эта вилочка привела к тому, что выгоднейшесть стала платить по нормативам, а не пониже, чем оплата по приборам учета. И это нехорошо, потому что, естественно, по приборам учета вы платите то, что по факту потребили, а по нормативу вы платите то, что, наверное, не потребили. Может быть, меньше, может быть, больше, но, как показывает практика, оплата снизилась. Оплата снизилась. И вот эта вот эта вилка привела к тому, что на сегодняшний день мы накопили порядка 200 миллионов рублей вот таких неплатежей. Вот. Но здесь, как бы, работаем и с РЭКом. Сегодня, например, представители Сочи Теплоэнерго по поручению вице-губернатора Андрея Анатольевича Алексеенко находятся в региональной энергетической комиссии. И в министерстве ТЭК и ЖКХ решают вот эти вот вопросы, о которых я сейчас вам сказал. Но эти долги, они наверняка не должны никак сказаться на отопительном сезоне и на то, придет ли тепло в дома сочинцев. Нет, они, конечно, не скажутся. Это будет одно из замечаний, но еще раз ссылаюсь на 103 приказ Министерства энергетики Российской Федерации. Долги не являются основанием а, не подписание паспорта готовности к зиме муниципального образования и б, для того, чтобы не начать отопительный период. Да, проблемы, конечно, есть, но, еще раз говорю, они не фатальны. Ну и в продолжении темы газа хотелось бы узнать, как у нас в Сочи продолжает работать программа по газификации населенных пунктов. Было уже проведено масса работ в разных населенных пунктах, поселках, селах. Что сейчас в планах? Ну, прежде всего, хочу сказать, что мы 28 населенных пунктов обеспечили газоснабжением. К сожалению, не все граждане подключились. Магистральные мы газопроводы подвели, но не все граждане, собственно говоря, подключились к ним по различным причинам. Но 28 населенных пунктов Адлерского района мы обеспечили газом. Сейчас основный упор делается на обеспечение газа Лазаревского района, то есть нашего самого северного района. Здесь у нас другая программа. Эта программа находится в ведении департамента строительства города Сочи. И они там занимаются проектированием, строительством, подключением. Ну, вот вы знаете Леселидзе и Джапаридзе. Это очень долго там не было газа. Несколько раз трубопроводы приходили в негодность, их приходилось менять. Но сегодняшний день работы все закончены, газ там появился. Ну, и я добавлю, что в Краснодарском крае до 2021 года планируют газифицировать 132 населенных пункта. Об этом стало известно на встрече губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главы Газпрома Алексея Миллера. Корпорация собирается построить около 80 километров магистральных газопроводов и 4 газораспределительные станции. Всего на реализацию программы по обеспечению голубым топливом жилых и промышленных объектов в крае предусмотрено почти 10 миллиардов рублей, как из бюджетных, так и вне бюджетных источников. Ну и в завершении нашей программы не могу не спросить о нашем новом предприятии в городе Сочи это МУП Водоканал, который пришел на смену коммерческому предприятию ООО Сочи Водоканал. Что сейчас происходит на предприятии и как дела на тех объектах, которые были переданы теперь уже городу, что там происходит и в каком они вообще состоянии находятся все эти сети и объекты? Ну, я скажу так, те сотрудники, которые до этого работали, основная масса сотрудников, которая работала в Сочи Водоканал, в настоящее время принято на работу в МУП Водоканал, вот, это все технические специалисты, вот, поэтому здесь как бы произошел так называемый плавный переход, вот, объекты, которые были взяты, изъяты из договора уже и переданы МУПу, находятся в обслуживании МУПа, сейчас проводится их проверка, вот, осматриваются эти объекты, готовятся планы по их реконструкции, готовятся планы по их ремонту, если требуется, ну, на сегодняшний день я хочу сказать, что, ну, население, ну, за исключением одного дня и то, насколько я хочу всех убедить, что это был именно технический сбой, технический сбой, вот, не почувствовала передачу объектов от ООО «Сочи-водоканал» в МУП «Водоканал». Ну, и когда уже сочинцы получат новые квитанции уже от МУП «Водоканал»? Ну, в конце этого месяца уже квитанции от МУП «Водоканал» на поставку воды и прием сточных вод уже сочинцы получат. вот, сразу хочу сказать, что до 31 августа воду поставлял ООО «Сочи-водоканал», поэтому по их платежкам до 31 августа, естественно, нужно все оплачивать, а вот за сетябрь платежи нужно будет осуществлять уже по платежкам МУП «Водоканал». Юрий Федорович, спасибо большое, что стали сегодня героем нашей программы и за очень развернутые и понятные ответы. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня гостем нашей студии был заместитель главы города Сочи Юрий Паломарчук. Спасибо огромное. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова